КОНЕЦ 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 человеческие эти там коляска больной человек для него как легковые воздействуют легковые они приезжали сегодня приехали двое в туалет сходили и дальше 15 километров от входа на родину или счет тут оставаться но мы то ясно сделала прежде и вокруг ничего не насажены маленькие деревца и овсяник просто овсяник крыши так сделаны что пташка не подлетит никакая птица не живет но воробьи тут летают вот посмотрел привезли со интересным они положили так грузовая машина не пройдет а только легковая но при случайно может пройти если только убрать этот знак она на развороте не мешает мешает им и везде знаки заходишь только свет зажегся вода хорошая чисто все видимо кто-то приходит и мусорные ящики везде стоят вот как это можно было сделать почему этого не сделали в германии в австрии где мы были в польше но я не беру там какие-то отсталые где ничего нет там в румынии но греции то вообще тут 15 процентов населения греки а остальное грузины турки это у меня василий рассказывал об этом и однако можно так сделать для людей именно приятно тут уезжать не хочется чтоб не помолившись обязательно поблагодарить бога вот сказать аллилуйя что есть такая страна такие люди которые заботятся совершенно незнакомых чтобы у них было все хорошо но представьте когда некуда сходить а рядом там лес он видно сопки это все огорожено ну это сделано было на в проекте я представляю как сидели чертили это стоит деньги и как представили тому от кого это зависит и объяснили это тот может и не хотел я воображаю просто как вот едет человек остановился подходят сразу деньги здесь никого нет никого нет но такого тоже нигде нету я поневоле начинают думать какие же это люди были которые так думали о людям те которые вызывают без проповеди благодарение создателю что не умерла вера православная это православное сделали повторяю мы прошли через мусульманские страны республики в россии 6 республик азербайджан очень богато видно там не вкачают и здесь но такого именно вот такого нет там тоже свое хорошее но вот это основное едешь когда негде присесть просто негде пообедать здесь пожалуйста три крытых и на сколько людей и вот разметка какая-то вот этих легковых автомашин ты посчитай сколько их там туда идет и там он дальше все заасфальтировано и если ты промахнулся с той стороны можешь поставить машину он за градом и там оказывается еще заезжают вот что удивительно то это на случай если будет большой наплыве он ставим вас скворцов полетела видать но уже сели я интересуюсь тут риса гуско пролетела как-то дорогое близкая наша алтайская вот этот на этом месте находясь сегодня 10 июня 2014 года день моего рождения ангела-хранителя мне сегодня исполнилось ровно 75 лет если господь благословит мы думаем здесь побыть недолго дороги сообщим марина кумщиде зимитрием плотником общались собрать людей если господь благословит так как есть и далее они помогут нам где-то сесть переплыть в италию но дальше там уже материк там размещено у нас франция испания португалия если конечно все будет как мы думаем были у нас дорогой загвоздки неприятности и не где-то а именно в турецкой стороне при заезде нас сильно сильно тормознули и угроза была такая там хоть поворачивая назад но ничего бог вынес на молитве я выношу как бы вердикт одному слову слову люди часто употребляют оу потрясающая картина ой там потрясающий зверь перестать употреблять это слово потрясающий потрясающий есть только молитва которая господь потрясает небеса и землю мы там стояли открыто вторым молились и вдруг бог так сделал что везде там требовали деньги деньги там 600 евро непонятно за что не такая ли машина там что-то опечатано пломбы оказалось ничего не надо начальник который вчера не слушал он пришел другой или тот все мгновенно сделали проводили мало того оказали такую честь вечером чаем давай поить еще все удивительно у бога но это мусульмане и такие они добрые как они обратились нами не считая там которые варвары как говорится кодла собрались я их насчитал человек 7 который обирает людей договариваться с теми кто сидит чтобы выжать из них деньги потом я более подробно остановлюсь это система чтобы не попасть и мне нигде никому не давать денег не считая когда государственная за даст бумагу с печатью и вот здесь я выражаю благодарность тем кто это делал я не думаю что даже вышестоящие правительство не знают как выезжаете их страну и они это видели я один из тех которые провел ночь здесь у нас палатка своя собачка заваяла кто-то приехал сразу вовнутрь завел вот он стоит ураганчик наш завел а потом устали ночью всю ночь отходил я замерял пальцем даже ячейки которые 20 на 15 сетка высотой полтора метра она привязана вот я время трачу здесь говорю ответе прилетели ласточки отпрячутся это ласточки молодые совсем а вот некоторые береговушки где какие знаки благодарение нашему господу слава иисусу христу и от машины быстро несутся тут знак стоит 130 а ты тоже редко где обычно 110 вот скворцы летят видишь где если все наши они же отсюда туда и летят благодарю брат виктор что снял на память оставил сфотографируй нас еще здесь чудесное место да воздаст бог всем до самых высоких щенов что православная вера не посрамленная даже вот одним этим местом сколько радости она доставляет и молиться легко храни вас всех господь дорогие для нас греки потому что отсюда мы православные в россии мы сибири из города барнаула получили веру какая она вера была тут тысячу лет ее портили но видим на тот момент у господа уже ничего не оставалось более лучшего послы сказали мы были говорит как на небе они на земле ну на каком небе на языческом они язычники были но все-таки мы верим во святую троицу они дали нам решения соборов принесли какую хоть одну может библию принесли она есть толкование святых отцов вложена фефилакт это греки и она златоуста это греки вот которые здесь были и вот и все это как-то отразилось считают на этом месте на этом входе мы все-таки прошли много прошли где много не в россии нигде нету но у нас что бы за наш тут капель этот капельным крышу бы разобрали жесть продали пропили я даже знаю что бы сделали без сторожа а если сторож есть его можно связать убить то есть такие пакости творятся не выражены зачем она такая страна богу нужно если люди не верят в бога творят пакость вот такая страна нужна где заботятся о людях бога прославляют брат николай кручинов стал погулять собачкой идите идите и ступай это наш ураган он дорога нас охраняет сегодня я в одних наблюдал тут они вставали из палатки где-то 17 минут ушло на подъем видно то ли люди забыли или не служили в армии нужно все делать быстро я подумал хорошо когда господь нас выразумляет чтобы у нас было во всем единодушие нигде не тратили время и вот бог показал такое не ожидал это для меня полная неожиданность я пошел искать сначала хозяина узнать сколько возьму денег и никого нигде нету свет сам зажигается я обошел вокруг нету уходить неохота охота собаку привязать и на стать на колени и начать молиться я не постыжусь сказать что не видал такого и всем желаю вот такой вход и на выходе сделать когда выходят люди когда ну хотя бы километра за два сходить туалет стоят в очереди вот мы 12 часов стояли с половиной и где это самое худшее где увидели это азербайджан где там копаются принимает это иконка мешает у меня мир у виктора мироточивая ватка был от мироточивой иконы даже эту забрал попросил муслиму для того интересно вот даже ватка это послужило проповедью а что это такое наши визитки не хотели назад возвращать деньги пересчитывать смотрят о ее здесь вообще ничего нету сидит солидный грех мужчина пищать хлопнул для ну кто там 3 на меня до свидания пролетает дальше и что интересно и турки точно так же хорошо быстро обработали и там было бы хорошо если бы через одно дело господь не показал нам бодрствуйте молитесь поэтому мы молились с потрясением потрясал потряс нас господь где мы не правы и потряс господь людей которые вокруг нас потрясу небо и земля не землю вот это мы увидели я не употребляю слова проблемы и исключила его из своего лексикона и церковные такие как окормлять воцерковлять кара каноническая территория это самые негодные слова а сегодня вожу что это карточка страны греки да благословит их господь не только тех кто строил на которые здесь живут и кто приезжает аминь богу нашему слава сегодня 11 июня 2014 год мы ночуем в афинах в афинах у наших друзей плотников марина и дима это наша машина там спит игнат тихоныч сейчас час ночи по местному времени а у нас на алтае алтае уже утро около пяти часов это ночной город афина здесь трудно что-либо разглядеть огни огни я и брат николай на балконе будем спать здесь николай уже лежит что мы везде проехали и везде чтобы люди были другими нас скажи принимали мусульман в доме мусульман это мы были дегистан азербайджан в христе говори как у нас приняла советская власть поэтому они так принимают у меня киев в киеве у меня за счет в киеве в трех библиотеках книги в киеве в парламентское государство и в харькове очень хорошие люди говорят у нас там очень близкие люди все а нынче туда не заехали очень рада очень рада людей даже не видать они как во мраке где-то вот такое пространство вот это вот здесь может быть 70 человек 70 мужиков немытых каждый курит я один там среди них но я знаю где прорыв я на молитве стою вот был здесь нас провозили так казахстан да хорошо знаете жамбульская область вот а я сидел в этом жанатас жанатасе сидел и поэтому в ташкентской тюрьме когда были утром ко мне преступники подходят и говорят вот вчера ночью молились я не обращаюсь 7 человек с вами на колени становились молились перед Богом можем мы тоже встанем а уже с 8 до 10 каждый день я проповедовал а днем по 5 раз примерно на молитве по полтора часа в салтырь я просчитывал за два дня в салтырь полностью а новый завет каждую неделю на зиси сигнатике хроня пола мэдалоз на висец мэаспромаля пандуна скорпи зиски пандуна пандуна а что где лета в это скажите? много лет С днём рождения тебя с Божьей долго будь с белыми волосами везде распространяй свет чтобы все говорили на мудрый человек это не наша божья Я вчера рассказывал, как Бог переворачивает жизнь в Саулу. Шел убивать, а получилось так же. У меня такая же была история в жизни. Так, ну в вопросе, какие у Вас еще есть? Вы сколько будете в Греции находиться? Все, сейчас уезжаю через час. Надо давайте выпроваживать уже. Шесть часов в Патре уже. Семья в Рафееву. Я не пошел заходить, да? Ну а что в Грецию увидели? Что-то увидели, что чуть запечатлелось? Понимаете, что я хотел был увидеть в Греции, я это не увидел. Я хотел увидеть, так как мы от Греции получили даже имя Игнатия, греческое имя. У нас все греческое. Игнатия означает неизвестное и пламенное. Два перевода имеются с латинского еще. Я встречался с греками, как будто я среди неверующей страны нахожусь. Гляжу вокруг, как одеты, как разговаривают. И вот мы были в это... Поведение. Вчера в Фессалонике были. И специально ищем библиотеку, говорим, никому ничего не надо. Священник идет, Виктор к нему подождите, скажите, он даже не останавливается полным ходом по тротуару. Никого нет. И наконец встретили, а один на русском языке говорит. И говорит, возьмите меня отсюда, увезите. Я говорю, а кто ты такой? Да я сам не знаю, кто такой. Наполовину грех, наполовину грузин. Заехал, мне противно все сделать, уже давно живет. Зашли в магазин, там атрибутика церковная. Путина портрет у них там, книга классика. Она по телефону, задаем вопросы, даже не слышит. То есть нигде в Фессалониках нам не оказали малейшего внимания. Мы спросили, ну не меньше 50 человек, где библиотека, рукой отмахивается как будто. Ни один не ответил. Все. Каждый в своем миру. Правильно? Ну да, так как бы сказать. А бывает, мы были в Дагестане. А кто был еще? Дагестан, это же мусульманская страна. И они спросили там две женщины, а вы как питаетесь-то? Ну как, у нас сухари мешок есть, вода. Да вы что? Они нас в магазин. Они нас нагрузили хлебом. Вода от банки. Там бананы давай давай, мы не взяли. Помидоры, сыр вот такой кусок отрезали. Выше сфотографировались. Они еще еще, а это? С Тудагестана. С Тудагестана. С Тудагестана. Видите как? Первый раз видят нас. Первый раз. Здесь ни один не останавливается. И даже мы пытаемся рассказать, показать, узнать, называется библиотека. Но все-таки нам хочется как-то узнать, как библиотека. Так и не нашли. И не нашли. И никто нигде не подсказывает. Центр города кое-как узнали. Дальше пошли, нигде ничего нет. Нету. Даже в Стамбуле мы нашли быстро библиотеку национальную. Но там вообще ни один не понимает по-русски. И однако мы нашли. Это было вчера. Вчера у меня свежее все. Я понял, что тут верующих нету никого. Какая это вера? У нас если бы вы приехали и спросили бы, ну что-то надо. Да у нас тут первым делом ел ты или не ел, тебя пригласят. Это сибирское гостеприимство. Оно весь мир славится. Среди зимы тебя ведут и накормят и на дорогу дадут. Это Сибирь. А здесь тепло. А огня нет. Вчера мы с Виктором и Югой эти спрашивали, а я этих. Но не меньше 50 человек спросили. Ты ни одного ответа. Даже не останавливались. Ты идешь в уши, заткнул эту, слушает. Одно слово только ты можешь ответить. Даже никаких. Не понравилось нам. Очень, очень, очень не понравилось. Главное, взаимоотношения никаких нету. Их неинтересно, что... Мы говорим, мы из Сибири. Да только ты из Сибири. Да кто-то страдал у нас из Греции. Думаю, вы тут вокруг него не знали. Такой парад. Неинтересно. И как они они здесь? У нас здесь встречи не было ничего. Снова-то Бог устроил. В Руси и Масты. В Киеве и Кати на Рути суме. И мы вопрос обладали случайно. Вас Господь поднимал, чтобы рассказать. Мы говорим, в Греции нам очень не понравилось. Где? В Салонике. Вот это все Салоники где были вчера. Ну, вообще... Ни одного нету по-человечески даже ответить. Там очень много людей, которые ходят в храм, вот как у нас здесь, вот здесь, в Афинах. Вот именно в Миниде русскоязычное население, которые ходят в храм, ходят, посвящают храм каждое воскресенье. Они... Вот есть вот какая-то вот человечность немножко. Есть еще. Есть вера в Бога. Должна выйти, что на ней? Сережки, почему много? Это все ее богатство. Если она беременная, то останется родить ребенка, пока люди отстанут. Ребенка оставляют и вылетают. Закон. Закон. У них закон серьезный. Я не за мусульман. Я за правду, что это должно быть и христиан. Ну, что вам вообще понравилось? Ну, у христиан не говорят... Речь не идет о безбожниках. О тех, что полсеми и так, полсеми и так, выходят как неверующие, а потом говорят, мы верующие, ну какие? Ну, вы видели, большая реческая свадьба. Нет, это американцы. Не видели? Не видели. Как, не видели? Ну так, Марина. Да бываешь, забрали это. Ребенка, это большая греческая свадьба. Заряди ее в интернете. Я не знаю. Мы увидим ее. Греческая семья, где муж все делает. Но жена всем заправляет. Ее звать Мария. А он везде все продвигает греческое. Все имена, названия, он все расшифровывает. Это греки, греки. Мы, греки, уже руководили. А эти остальные народы еще обезьяны по дереву ходили. И он все греки. А дочь у нее не выходила замуж. Ее надо было как-то вывезти в люди. Они не знали. У него какая-то фирма была или что-то. И они хотели сделать так, чтобы он сам как-то сделал. Но они так подбили дело, что нам нужно работник их на компьютерную учить. И он дочь твою это отправил учить. Она там встретила американцев. Он потом крещение принял. Ну и какие они там греки-то? Как цыгане. Гуляют, пьют. Ну а то веселый народ. Дружный народ. Но в христианстве никакого отношения не имеет. Они Бога не знают. У нас грекам благодарность. И в то же время большие претензии. Я был в Америке когда. И там был архимандрит в Синоде. Я говорю. Вы понимаете, что вы сделали? Когда Никона на это дело поджидной приформы. Россию раскололи пополам. Да? Мы знаем. Где вы знаете это? Это пополам Россию раскололи. Потом Петр Первый провалил все в пропасть в это в окно. В Европу. А греки когда приезжали. Алексей Михайлович был еще. Они табак завозили в Россию. Их рвали здесь. Отсылали в Сибирь. Ловиться болеть. Греки-то что привозили? И все за деньги. Все торговали. Сейчас эти кости. В морщине. Чемоданами. Всю европу костями заварили. Чего бы они не были. Где бы все. Вы даже не знаете чем это торговали. В то время торговали навоз от ослана, который вехал Христос. Тима в коробочках открывать нельзя. Это египетская тима. Только у греков. А если откроешь, свет попадет и ее не будет там. И все, все торгует, торгует. Работы нету. А разъехать все надо. Где работа есть. У нас люди едут на извоз. Устраиваются в городе. А летом можно за русские деревья. Россия как строилась? Все работают. Сейчас был в Курске. Сейчас мы работаем. Там работа едет. В Греции едем. Тишина. Ничего нету. Только на дорогах. Мыслики отбирают деньги и все. Понастроили. Представь. Восемь человек сидит. Дальше едем восемь. Шестнадцать раз по восемь. Умножь. Шестнадцать на восемь. Все при работе. Так что, молиться надо, чтобы Бог дал дело. Дима, почему нету кушать надо? Они в даче садуют. Сейчас Дима должен. Не поедем? Ну, это вчера было. Я говорю, потому что это все было. Мы все отдали им. Покушать. Потому что мы так считаем, что это наша родина. Вторая. Ну, для меня моя родина там, где я родилась и выросла и выручилась. Там моя родина. Где? Это родина. Я из Казахстана, из Китау. А здесь это считается родина предков. Ну, мы приехали на родину предков. Покусы так сложились. Ну, вы меня спросили, я ответил, как было. Ну, правильно. Как это может приятно быть? На одной дороге, на одной трассе шестнадцать раз тормозят. Шестнадцать раз? Дай, дай, дай. Это хуже цыган. Россию мы очень любим. Поклон земной России от нас. Дай Бог, чтобы она возродилась, как она была. Дай Бог, мы слушаем и новости, и телевидение. Насколько русская. Мы постоянно смотрим. А как вы смотрите, что Крым отошел в Россию? Он и был русский, почему? Он всегда был. Это Никита Хрущев? Я, например, за. Я, как человек, я за. Потому что люди, сами люди, если за это просили и шли туда, значит, им там хорошо. Севастополь всегда был русский. Но я не скажу из-за того, что по глупости Хрущев, Самадуро охватили. Народ весь захотел вернуться. Понашел или привезли. Зато сейчас что там творится? Что это творится-то там вообще? Стреляют, убивают. Это там вообще кошмар, что творится. Ужас. Все это неправильно. Правильно, где мир и любовь, где Христос. Вот это правильно. И поэтому я на все вопросы отвечаю. Где Христос? Поэтому мы с ним. Вот один юноша, он закончил семинарии, Леонов, Николай. И у нас были с ним беседы и скайп записали мы. И в интернет выставили. Он за войну. С Украиной. В Донбасс. Вот. А теперь я ему говорю, если будешь за войну, ты рано или поздно напоришься. Тебя убьют. Сейчас сообщают, уже убьют. 31 год, пацан. Заходят до откровения. Дальше не здесь с откровением. На откровение это 400 страниц толкования. Третье. Отец Геннадий. Не любишь это? По всем святым. Себе лично хочешь? Поняла? Отдельная. Расскажда, это отдельная книга. Отдельная. Здесь сколько? 75? По 25. Понятно. По 25, да? По 25. Все. Все. Ну что, собираемся? Дима, кушайте. Вы собирайтесь. Это все с собой возьмете. Помидоры с огурцами. Просто кваша банка. Булочки там. И что там? Алчат там в этом. Это надо схоже, чтобы не прокисло, чтобы не беритесь. Вы бумагу это разберетесь? Да, да, да. Это мы все сделаем, да. Уже все вот так, через месяц поговорили. Чтобы не бумагу было. Я все заберем пока. Да я обиженная на ней. Не хочу. Да. А кого не хочешь? А? Эна? Так. Мы выходим на улицу. Я пока собачку прогуляю. Вот это вот забираешь. А где у вас ваку? В машине? С червиной. Уж подборная? Ну, он выгуливается и он хозяин. Я вот эту женщину первый раз видела. Мы не должны были ей такой фарус дать. Но я считаю, что так она себя дала. Во-первых, скудолумие прото. В первых там тоже не пахнет. Показывали книги вот эти вот четыре. Видели в библиотеке Путина? Да. Вот эти? Путина. Я вам это говорю не просто так. Вот в таком, чтобы в полный Новый Завет Столкованию впервые за 2000 лет вышел. Понятно? Это я. Здесь 297 мои комментарии. Это меня. Это меня. Это ты мне подарила. Подожди, подожди. Игнатий, не уходите. Подожди. Подпишите. 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 Закладки. Света Российского плана. Подпишите. На этом не могу, на другой книге. Ивангельно подписываю. На какой? Ивангельно подписываю. А в другое? Другую. Какую? Давай, не ссорю. Задай. Вот эту, в которой. Какой звук? Вот эту. Это моя книга. Вот эту. Она как ваш? Она есть? У меня есть. Да. Да, да, да. Марине, я тебе 125 евро уже не хотел. Продолжение следует... У меня Лидия есть, я помню, или найти ее в лагере по 3, но у меня осень хрома уже. Продолжение следует... Я об этом сегодня говорил. По-другому тогда все рассматривается. И то, что сегодня особенно нас угнетает, у нас дороги что было, оно все больше и больше радость дает. Мы поняли голос Божий. Это более нас объединило. У людей мира, что ценится перед Богом, то, что высоко перед ними, то мерзость перед Богом. Мерзость этого... Отвратительно, в руки взять нет. Да так а люди хвалят, люди за этим гоняются. Ну тебе сказал Господь. А они не приняли. Это уже не твое дело. От Христа тоже многие не приняли, многие за ним охотились. Наше дело возвестить. И написано, поведут перед правителями для свидетельства, не для обращения. Они не обратятся. Но я им рассказал, больше меня не требуется. У меня эпиграфом Матфея, 22 глава, послал звать на брачный пир. Не в винограднике работать, не только на брачный пир. Берли же ноги, голову разбили, кого убили. Они пришли, говорят, никто не пришел. С них спроса нет. Теперь идите заново, зовите другие. И пир наполнен с раздражающим. Мы посланники. И мы сказали, идите на пир Христу. Христос вас ждет. Не обременять и себя не нужно. Блажены те, которые свободны во Христе. Большая разница между замужней и незамужней. Если, конечно, она, бывает, замуж не выйдет или там не женится, а потом он как скопище какого-то яда, все, злится. А ты, наоборот, радуйся. Ты одна. Ты для Бога. У тебя с каждой минуты свободна. Ты вот, если с этой позиции, ты благословен у Бога. А если, ну, бывает так, кто-то остался один, и она теперь злобится на всех, как Мегера, да лучше бы ты осеменил, а не жалов, ребятишку не ухаживал. Понятно? А у кого трудности с детьми, старайтесь всегда помочь где-то. Где-то ребятишек в одно место согнать, чтобы их освободить для дел Божьих. Где вы говорите о десятине, я это все услышал. Смите за столом-то сидите. А мне, Марьяс, обнашов ваших, я в рыхах возму. Так видно, как по поведению, от потеряльски только могут так быть. То есть наша школа сказывается. Так, уходим, братик. А отец наумга в какой нации? А то же, что мой господь, еврей. Так, уходим. С Богом. Всем поклон низки. Надежде Васильевне. А4-я. Все, Акима. Сейчас диму. Игнафь, у меня больное вопрос. Алиса, чтобы она сейчас... Она сдала уже экзамен, но не знает, поступила или нет. За Ходь ухода. Да. Измени, добегаемся. Бог сделает лучше. Сегодня он может казаться плохим, а завтра совсем по-другому. С Богом, храним Господь. Мы вас путешествуем. Помните нас. Путешествие только началось у нас.